А, вы знаете, что у меня есть? Дикий мир будущего. Книжка. Вы помните, вы видео недавно выпустили? Да, да, да. Не по книге, а по передаче. Вот, у меня детская моя книжка. Я ее в детстве читал. Вот здесь всякие существа, такие вот штуки. Вот они. Видимо, передача то ли понесят. Вот птица там с четырьмя крыльями какая-то. Вот она здесь присутствует. Да, но книга по ней сделана. Вот они интересны. Здесь, понимаете, разные данные используют. Вот, например, вот данные геологии о том, как, в принципе, в будущем будут материки располагаться. Вроде бы, не знаю, сколько достоверно, но написано, что книгу писали ученые, биологи, геологи. Ну, заслуженный профессор зоологии, например, профессор кафедры экологии, эволюционной биологии, отдел палеонтологии, профессор Ричард Форти какой-нибудь там. Ну, то есть, эту книжку типа фантазировали ученые о том, как это могло... Немножко заслужило тоже критику там и в отдельный аспект, в частности, с этими рыбами, там что-то там увидели с летающими рыбами, как птицами и не станут. Я сегодня утром ваше видео просмотрел, но хорошее видео, хорошее, знатное. Вот осьминоги. А вы сегодня недавно выпустили видео по вот этому вот материалу, но не по этому, по этой... А, да, 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 осьминог, осьминог, осьминог. Вот этот осьминог, он в конце превращается типа в разумное существо, потрясающе. Вот, так сказать, птицы летающие, вот они. Птицы-рыбы, да? Птицы-рыбы, вот они, да, действительно, они здесь есть. Где тут еще? Здесь еще большая птица-рыба есть. Вот какие-то громадные осьминоги ходят. О-о-о, как слоны такие. Да, и последний осьминог это вот разумный, такой человекообразный, вот он тут здесь так изображен. Ну, только пониже опустите, пониже. Ну, вот, простите, вот он. Вот он, батюшки ты мои, человекообразный. Он не совсем человекообразный, но он типа разумный как бы. Ну, типа разумный, да. Да, это книжка моего детства, вообще любил про динозавров читать всевозможных, и вот эту книжку тоже попросил маму в детстве купить, хорошая книжка, хорошая. Ну, это такая добротная, с фантазией сделана, с фантазией. Да, хорошая книжка. Я вот только это видео смотрел, а вот книжка это... Вот я не знаю, то ли видео по книжке выпущено, то ли книжка по видео. Не, ну, книжка по видео, там же вот эти картины. А, там картинки. Хотя, знаете, может же быть по-разному. То есть, разное издание книги, первое могло быть без картинок, а последующее уже снято. Ну, я не знаю, я не знаю, здесь не буду. Не знаю, не знаю. Ну, это какой-то вот один труд. Один труд. Интересная книга, да. Вот, вот это, конечно, из области предположений, так сказать, это вот экстраполяция некой развития животного мира. Да, вот он такой вот. Кстати, вот недавно у меня был стрим, и я на стриме читал статью одного как раз доктора философских наук, который апеллировал постоянно к биологии, к эволюции, к Дарвину. И он против антинатализма был. Знаете, что такое антинатализм? Учение, в общем-то, согласно которому, ну, жизнь, в общем-то, болезненна, бессмысленна, и человечеству лучше бы как бы исчезнуть, чтобы оно не страдало. Вот Бенатар там какой-нибудь пишет, Шопенгауэр об этом писали. Ну, то есть, вот такое вот учение. Он его критикует. Ну, понятно, учение, критиковать его очень легко можно. Но с точки зрения эволюции он пытался критиковать. Но при этом он еще диалектический материалист. И знаете, что он писал? Что если мы, вдруг внезапно получится такая ситуация, если мы уничтожим человечество внезапно, ну, вот оно уничтожится, перестанет рождаться, там воспроизводиться, то в итоге все равно в процессе эволюции снова появится человечество. Вот что думает профессор по философии об этом. Он как раз диалектический материалист. Да, да, да. По совпадению или нет. Ну, вот он такой. Оно все равно когда-нибудь появится, да? Да, по необходимым законам естественной природы обязательно человек снова появится, несмотря на то, что он там будет уничтожен. Но самое удивительное, что он этих необходимых законов-то никто еще не установил. Ну, и он их не знал. Он не читал даже, видимо. Нет, ну, такое убеждение было. Вот даже вот при входе в палеонтологический музей, когда вот так, то есть прошли вот эту раздевалку, кассу, посмотрели, как там окаменелости образуются, и по лестнице поднимаетесь, что-то, что-то.